Ну что, вот и дождались. Всего лишь несколько томительных минут осталось до того, как первый факел красноярского этапа эстафеты огня универсиады будет зажжен и отправится в путешествие по городу. Четыре года мы ждали этого момента. Пламя студенческих игр уже на сцене в специальной лампаде и оттуда сейчас звучат торжественные речи. Это тепло-сердец, жар души впитался в этот факел символический огня универсиады. И эта огромная энергия накатила в Красноярск и принесла сюда аномальное тепло. Это произошло на наших глазах! Ура, друзья! И вот он исторический момент. Тонкой лучиной, искру спортивного огня, который передавали из страны в страну, из города в город, достают из лампады и зажигают факел первого участника эстафеты. Приветствуем огонь универсиады! В 164 дня огонь универсиады путешествовал по России и везде пламя студенческих игр встречали с радостью, а уж у красноярцев эмоции и вовсе хлещут через край. Волнение в груди, когда огонь подходил. Мы прям такие кричали, переживали, но все очень прекрасно, нам понравилось. Вообще эмоции сильные, конечно. Все мне от души, все хорошо. Мне кажется, и все наши, и все зарубежные страны будут радоваться этому празднику. Мы ждали с нетерпением, очень рады гостям большому количеству. Всем рады, всех приветствуем. Мне очень понравилось. Эмоции куча, потому что все такие бегут, все такие классные, улыбаются. Мы машем, они нам в ответ такие радостные. Свободны Керенского, Красной Армени, проспект Мира. Почти 11 километров. Это самый длинный этап эстафеты на протяжении всего маршрутов. А килоносцы сменяют друг друга и передают пламя дальше. А за всем происходящим наблюдают тысячи красноярцев. В предыдущую университет я вез на мотоцикле. Они особо ничего не почувствовали. Сердце билось. А дядь прямо разрывалась. Она говорит, я бегу, публика ревет, представляете, все. Каждый день тренируюсь. Единственное, что пришлось с гантелей вот так бегать. Готовился, конечно, к событиям неординарные. До финиша осталось всего пара километров. И я передаю эстафету моей коллеге Анастасии Тиль. Финишируют огонь зимних студенческих игр здесь, на острове Татышев. А килоносцы появятся здесь уже через несколько минут. Они проделали за два часа уже 10-километровый путь. Пронесли огонь через свободный Копылова и центр города. Его несли больше 60 человек. Это спортсмены и общественные деятели. И здесь, в самом центре парка универсиады, их встречают сотни красноярцев. Я с великолепием ожидаю и саму универсиады, и мероприятие, которое сейчас будет. Вчера, к слову, я был на репетиции генерального открытия универсиады. Я со стопроцентной вероятностью готов заверить, что это будет невероятно масштабное мероприятие. И вот он, кульминационный момент. В парке универсиады загорается городская чаша огня. В течение двух недель это пламя будет согревать красноярцев, участников и гостей студенческих игр. Друзья, ваши аплодисменты! Здравствуй! Здравствуй, огонь универсиады! Главные поединки универсиады еще впереди тысячи человек будут болеть за любимых спортсменов. И, конечно, наслаждаться зрелищными выступлениями и яркими победами. Пускай прославятся среди спортсменов наши имена! Анастасия Тиль, Сергей Сеславин, Максим Галатый, Андрей Крупнов. Енисей. Новости. Новости.